Я вдруг понял, что за 35 лет своей жизни, в моей жизни просто ничего нет, абсолютная пустота сзади, впереди никаких целей, ничего, пустота впереди. И в этот момент я так захотел почему-то жить, приходили мысли, что сейчас еще чуть-чуть, меня в очередной раз посадят, и жизнь как будто прошла мимо. Знаете, все, что мы можем предположить, все, что мы можем себе представить, это даже не составляет одной десятой, одной сотой, одной тысячной части того, что Бог приготовил на нашей жизни. Я сегодня сижу, перед вами живое свидетельство, которое должно было умереть. Здравствуйте, меня зовут Антон, Деров Антон Владимирович, я из Омска. Знаете, моя жизнь, наверное, является собой огромное чудо Иисуса Христа. То, что Он сделал в моей жизни, это действительно огромное свидетельство. Я родился в обычной полноценной семье, прекрасные родители, хорошая, здоровая семья. Но в переходном возрасте, получается, попал в круг общения, который был связан с модным в то время миром криминала. В последствии, получается, в моей жизни появились наркотики. Конечно же, все это привело к тому, что я попал в колонию первый раз, потом попал второй раз. И вот, будучи в колонии второй раз, я еще не имею никакого отношения к вере, к нашему Господу Иисусу Христу. В моей жизни было явлено Богом по благодати, ну, я считаю это на сегодняшний день так. Первое чудо, меня признали незаконно осужденным по 228 статье, с правом на реабилитацию я освободили. И после этого я, наверное, еще в течение года услышал благую весть. Это были люди, ребята с моего района, которые уже уверовали, что заставило меня задумываться. Но слово прорастало примерно в течение года. И в 2014 году я попал в такую ситуацию, что, знаете, зимой я просто стоял у подъезда своего дома, замерзал. Мне было стыдно даже позвонить в дверь. И в этот момент, наверное, знаете, так жизнь промелькнула быстро. Я вдруг понял, что за 35 лет своей жизни, в моей жизни просто ничего нет, абсолютная пустота сзади, впереди никаких целей, ничего, пустота впереди. И в этот момент я так захотел почему-то жить. Приходили мысли, что сейчас еще чуть-чуть, меня в очередной раз посадят, и жизнь как будто прошла мимо. У меня был в телефоне контакт верующего человека. Я позвонил, и слава Господу нашему, этот человек откликнулся. Он приехал в среди ночи с района, увез меня в реабилитационный центр. Я прошел реабилитацию в течение трех месяцев. Не проходил никаких обучений. Не знаю, плохо это или хорошо, но сразу после реабилитации я начал служить Господу. Я начал домашнюю ячейку, начал помогать руководителю реабилитационного центра. И так, потихонечку, в течение двух лет, обучаясь от наставника своего, я получил откровение от нашего Господа Иисуса Христа о том, что мне надо начинать служение реабилитации. И в 2016 году, получается, я женился, слава Господу, у меня прекрасная жена Юля. В моей жизни начала потихоньку налаживаться, и мое свадебное путешествие, это была миссия. В нашей Омской области есть такой районный центр, Таврическая. Я уехал туда на миссию. Три с половиной года мы там служили в церкви. У нас было два реабилитационных центра, мужской и женский. Проводили служение, привозили на автобусах в город по 70 человек. И это, конечно же, не какая-то заслуга моя или моей жены. Это то, что Бог начал являть своей жизнью. Я, наверное, сегодня могу вам с уверенностью сказать, что когда всё это начиналось, когда я вот так вот стоял на морозе и думал, что в моей жизни, в принципе, никакого будущего и не намечается, и когда вот постепенно я вот это всё увидел, знаете, ну, это как-то родило во мне, что ли, ещё большую веру. И есть сегодня очень много свидетельств с этого служения реабилитации. Вот в данный момент мы на конференции «Возвращение к корням» я приехал с человеком, который в 2016 году мы привезли на центр. Он не ходил, был практически слепой. И сегодня это старший моего реабилитационного центра. Слава Господу! Его мама ведёт домашнюю группу, они свидетельствуют кругом. Его друзья сегодня каются. Его друг, который через его свидетельство пришёл к Господу. Сегодня у него семья. Это семья Наумовых. Вот этот бывший слепой и неходячий, которого Господь так преобразил, это Евгений Хвастунов. И этих свидетельств очень много. На реабилитации проходил парень, у которого 25 лет отсиженных. Он вообще, в принципе, большую часть времени провёл в тюрьме, Александр Бочкарёв. Сегодня, слава Господу, это полноценный, добропорядочный семьянин, верующий человек. Я очень рад сегодня провозглашать. Есть ребята, которые занялись бизнесом. Это всё в прошлом алко-нарко-зависимые. Сегодня это служение продолжается. И знаете, перед тем, как приехать на эту конференцию, у нас есть очередное огромное свидетельство. Мы со своей небольшой командой буквально перед самой поездкой приобрели дом. Дом под реабилитационный центр. Центр в 200 квадратов, в котором будут продолжать люди спасаться. Знаете, я, если вернуться к корням, то хочу вам сказать, что в 2014 году я, наверное, даже не подозревал, что Бог может так сильно изменить жизнь. Я не понимал того, что Бог уготовил для меня, моей семьи, моих друзей. И если бы мне кто-то сказал, я бы, конечно, не поверил. Но сегодня я хочу свидетельствовать и с вами со всеми поделиться только одним. Ребята, дорогие братья, сёстры, знаете, всё, что мы можем предположить, всё, что мы можем себе представить, это даже не составляет одной десятой, одной сотой, одной тысячной части того, что Бог приготовил на нашей жизни. Я сегодня сижу, перед вами живое свидетельство, которое должно было умереть. У меня было очень много хронических заболеваний. Это и гепатит, и варикоз. Сегодня перед вами сижу здоровый человек. У меня нет ни гепатита, нет ни варикоза. Огромное свидетельство. Мы, когда поженились с женой, к огромному сожалению, моей жене врачи поставили диагноз, что она не может иметь детей. И мы вот так вот с ней как-то сидели, и она обронила фразу, что вот видишь, в своё время мы упустили, и теперь у нас нету совместного плода любви. Знаете, на тот момент, когда она это сказала, это не произвело на меня огромного впечатления. Но спустя какое-то время, наверное, месяца-два, я молился Богу, и эта фраза, она ударила прямо в самое сердце. Вы знаете, у меня произошло такое покаяние. Я упал на колени и неистово стал молиться. Я говорю, Господь, если Ты мне дашь ребёнка, я как та Анна отдам его тебе в служение. Я очень хочу, чтобы он был. И знаете, через два месяца у меня жена приходит и говорит, я беременна. Сегодня у меня сыну 10 месяцев. Зовут его Савелий. Когда мы выбирали имя, мы не знали, что оно обозначает. Но когда стали разбираться, оказывается, вымолены у Бога. Это не было специально. Это просто ещё одно чудо. Знаете, я сегодня свидетельствую об этом не потому, что я хочу вас в этом убедить, а потому, что я хочу поделиться с вами радостью и тем, что раньше я бы ни за что не поверил. Но сегодня это произошло и продолжает происходить в моей жизни. Сегодня люди преображаются рядом. Рядом с вами тысячи таких свидетельств. И я знаю одно точно, что Иисус Христос хочет такое же свидетельство произвести в твоей жизни. Верю, что вы услышите. Верю, что, знаете, это свидетельство, оно действительно повлияет на кого-то из вас. И вы обретёте спасение, исцеление, освобождение. И знаете, и много таких вещей, которые наш Господь Иисус Христос приготовил для каждого из вас. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok